И так просто... Вот к сообщению. Иван Иванович, что вы можете, что вы пожелаете молодым, очень молодым актёрам? Подписано Диак. Ну что же, товарищ Диак, я могу вам сказать. Работайте над собой непрерывно, ежесекундно, обязательно. Если вам не дают ролей, не надо отчаиваться, надо работать самостоятельно. Есть тысяча возможностей себя совершенствовать, это понятно. Что пределов этому нет. Просто надо любимые стихи, рассказы выбирать, работать. И тренаж, если он у вас был в процессе обучения, не забрасывать. И таким образом придёт время, когда вас заметят. Встаньте на учёт на Ленфильме. Вас позовут в сериал какой-нибудь. Кстати, мы о сериалах не поговорили. Мы ещё поговорим, я думаю, что будут по этому поводу вопросы. Я просто, знаете, так сказать, экономия времени. Я вижу, что максимальное количество вопросов было отвечено. Притом, огромное количество идёт сообщений. Даже не успеваю зачастую их просто подсмотреть перед тем, что читали. Чтобы не обиделись. Уважаемый Иван Иванович, спасибо за то, что разрешили наш спор. Галочка победила. А, что я не был там. И дай подпись. Вам привет от вашего племянника Славы Яковлевой. Да. Ну, Ярослав, молодец. Понятно. Спасибо. Значит, смотрят. Уважаемый Иван Иванович, спасибо за чудесную игру. Искренность. Где это? Это вот следующее сообщение идёт. Искренность. Наслаждались премьерой «Утоли мои печали». Моя печаль. «Утоли моя печаль». С прошедшим днём рождения. Ролей, ролей, ролей. Наталья и Владимир. Спасибо. 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 Так, вот очень, буквально одну минутку, вот ответить на этот вопрос. Что вы думаете о молодёжном театре на Фонтанке? Мне нравится этот театр. Я просто сейчас вот пройдут эти юбилейные, не люблю я эти праздники, но вынужденных, значит, и встреч и прочее. И даже ещё предстоит бенефис 9-го числа. Вот закончится, и я непременно приду на очередные спектакли. И очень хочу посмотреть дни Турбиных, поскольку сам Алексей Васильевич играл Турбина. И знаю, вообще мне и театр нравится, и труппа. Там такие славные девчонки. Просто я серьёзно говорю, да. Они красивые, они талантливые. Сеня Спивак, любимый мой человек и режиссёр. Они серьёзно работают, очень хорошо, серьёзно работают. Не думая о какой-то такой, значит, вот иногда работает театр на то, чтобы заслужить себе какую-то такую особую славу. Нет, они просто работают, делают спектакли, делают продукцию, которую должен выпускать театр именно для молодёжи. Очень хорошо. А вот смотрите, следующее сообщение. Ну вот, расшифруйте. Я так понимаю, что это связано с вашей распутинской ролью. Дорогой Иван Иванович, горячий привет от распутинских горьки и ленки, или лёньки, я вот не могу правильно понять. Здесь, наверное, всё-таки лень, ленки, леньки. Распутинских? Да, распутинских горьки и леньки. Ну не знаю, что это такое. Ну вот, может быть, пояснят. Так, так, так. Лёша, привет, Иван. Я смотрю, Андрей Красков. Ну, Андрюх у меня критик такой, он потом мне выдаст. У вас, знаете, ещё такое сообщение очень интересное. Что для вас есть отказ от роли? Почему вы можете от неё отказаться? Какая причина? Значит, вообще на театре существует закон. Актёр в государственном театре серьёзным не имеет никакого права отказываться от роли. Я в своё время отказался от роли Василия Ишуйского и получил так по шее за это. Партийный выговор схлопотал даже. Вот такое было, настолько серьёзно. Ну, там была конфликтная ситуация с Игомерзианом Рубен Сергеевичем. Но дело не в этом. Отказываться от роли можно только полюбовно, я имею в виду, взаимоотношения с режиссёром. Убедить его. Вот, например, мне однажды понравился у нас театр, Юра Карачук отказался от роли по религиозным соображениям. Это мы уже, стало быть, дожили до такого времени, что можно такие вопросы открыто ставить. Это очень хорошо. Это очень хорошо. А в принципе, есть ещё одно правило. Это Шиферс меня научил, Евгений Львович. Если тебе дали роль, то отказ от неё есть твоя слабость. Есть доказательство того, что ты не актёр. Вот так вот. Вот так вот. А смотрите, такое приятное очень сообщение. Я вас обожаю. Преклоняюсь перед вашим талантом. 25 лет смотрю по телевизору фильмы с вашим участием. Что дальше будет у вас в театре? Извините за сумбурное выражение. Ваша поклонница Елена Борисовна. Ну, Елена Борисовна, вот в последнее время у нас это примерный ещё спектакль «Уталимая печаль». Мне не стыдно вас пригласить на этот спектакль. А также приют комедианта. Сейчас можно в разных театрах работать. Там заноза. Ну, а что будет дальше, я не это самое. Я сейчас, я тут в одной газете похвастался. И теперь уж мне от этого, у меня тоже по этой причине начинают клевать. Я, так сказать, вот-вот должна выйти моя книжка, небольшая мемуары. Вот. И я начинаю осваивать ещё одну роль. Роль писателя, как я сказал. Литератора. 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 Да, это так Антон Павлович говорил, да, Чехов. Литератор. Дело в том, что умение связано разговаривать – это одно, а изложить это всё буковками на бумаге – это совсем другое. Вот вы сейчас меня видите всего с жестикуляцией, с мимикой, с интонацией моей. А на бумаге это всё надо какими-то другими способами отобразить. И мне это крайне интересно сейчас. Тем более, что возраст такой, что… Хотя я чувствую, что я всё равно мальчишка в душе. И вроде бы энергия ещё есть, поэтому ещё попрыгаем, покувыркаемся. Покувыркаемся. Ну, вот смотрите. Конечно, мы с вами обсудили вот Жванецкого, вот эту ситуацию. Да, да, да. Естественно, это не прошло незамеченным для Педжера. И вот, так сказать, ну, выбрал я две-три позиции, так, прочту. Я бы хотел не согласиться с господином Краско, поскольку Жванецкий является примером гражданина России, поскольку сцена – это тоже своего рода кафедра и гражданская позиция актёра. Тем более народного сегодня необходимо, простите, тем более народного сегодня необходимо, как никогда. С уважением, Татьяна, 56 лет. Сейчас я вот три прочту, а вы потом комментируйте. Не надо обсуждать Жванецкого. Он умный человек и разберётся сам, что ему делать и как ему поступать. Если он влезет в политику, то считает, что это правильно, ему это нужно. И вот третье сообщение на эту же тему. Если мы не будем участвовать в политической жизни страны, то за нас будут решать всё другие. В этом и смысл выборов. Жванецкий выразил свою позицию, и мы его приветствуем. И мы приветствуем его мужество. А что касается НТВ, то их наглость и шантаж Киселёва перешли все границы. Как будто только на НТВ лучшие журналисты и подлинная информация. Спасибо за ответ, Людмила и Наталья. Ну, я не беру смелость на себя взять, что им нравится Даренко, скажем, да. Но уж я, если сравнивать, то уж Жене Киселёву предпочтение, естественно, отдам. Это моё право, это мой вкус, это пожалуйста. Я совсем не осуждаю Михаила Михайловича. Мишеньку я не осуждаю. Я его люблю, я с ним хорошо знаком. Я просто сказал, что я предполагаю, что он, видимо, что-то знает в этом конфликте. А вообще я подозреваю, что кроме Владимира Владимировича Путина и Гусинского, мало кто вообще понимает, что там происходит. Вот ведь беда-то наша. На неосведомлённости. Отсутствие информации. Да, да. А давайте к приятному перейдём. Вот ещё такое сообщение. Иван Иванович, спасибо вам за сказки. Да, 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 да. Помнят, помнят. А вот ещё такое. Обожаю вас. Просто люблю как артиста и как человека. Вспоминаю молодость свою с вашим участием в фильмах. Спасибо вам большое за ваш талант. С уважением, Эльвира. Спасибо. Уважаемый Иван Иванович, ваша роль в фильме «Цветы календулы» была небольшой, но очень ёмкой. Отразили эпоху и время. Почему такие хорошие фильмы имеют такой малый прокат? И существует ли кино не для всех? Небольшой драматический театр, это подпись, игравший в приюте комедианта и на малой сцене ленд-совета. Спектакль «Мадрид в Мадрид». Приглашаем вас с нетерпением, ждём 28-го. 28-го у меня свой спектакль. 28-го, 29-го, 31-го октября. Малая сцена, ленд-совета. Спасибо. Но элитное кино существует, как вы знаете, вот у Александра Владимировича Рогожкина есть такой фильм, «Болдинская осень» по Виктору Ерофееву. Это, вот это можно назвать чисто элитным кино. Ну, как сказать, но и вот и не доходит пока до зрителей, его и не пускают. Оно и короткометражные фильмы. Там Андрюшка мой играет центральную роль. Ну, там для него всё на букву «Г». Весь смысл. И родители, я играю отца, прохожу не с мамой, мамы уже нету, а прохожу с актрисой, которая маму играет, и родители «Г». Всех «Г». В общем, да. Ну, что, это позиция такой вот нигилистической молодёжи. Вот. А вообще, конечно, обидно. Мне кажется, что вот фильм Сережи Снежкина «Цветы календулы» это такой, знаете, вишнёвый сад, что ли. Да, да. Это сейчас и очень он хорошо сделан. Он сделан с любовью и к актёрам, и к фактуре вообще нашей российской жизни. И я там с удовольствием сыграл этого бомжа, фактически. Хоть он там и надо ложить берёзу. И деньги за это получить побольше, да. Это вполне такой, очень действительно узнаваемый персонаж. Вот смотрите, на таком интересном сообщении. Главная новость прошедшего дня состоит в том, что Галочка наконец-то разбила машину. Разбила нашу машину. Димочка скорбит. Ну, что делать? Так сочувствие можно выразить. Да. Всё-таки о сериалах. Да. Что, на Ваш взгляд, отражает наша сериальная жизнь? От слова «серия»? Ну, вот менты, скажем, да. Ведь это прекрасно, что сначала они, ну, просто совершенно как в жизни. Но ведь это всё-таки относится к искусству. Это же не есть репортаж, да? Это же не есть снятые скрытые камеры. А всякое искусство – это отбор. И поэтому надо было, видимо, как сказать, побольше обобщения. И всё это тогда было бы не так развалено. В результате это привело к тому, что сначала вызвало такой резкий ажиотаж и интерес. А теперь это уже, ну, говорят, ну что это, это не так серьёзно. Это Володя Бортко снял свой бандитский Петербург, где я по болезни не смог участвовать, а мог бы, значит, играть там Череп, такой персонаж. Да, да, да. Вот. Это Череп, который сыграл Кирилл Лавров? Нет, он сыграл Барона. Барона, да. Барона, да. Извините. Я даже, он меня сначала, Володя, хотел на антибиотику, но потом Лёва Борисов это играет. Дело не в этом. Я имею в виду, что там сделано уже больше по законам художественного кино. Но, но и Андрюша Константинов тоже, конечно, и как писатель, здесь пишут сценарии ребята на заказ. Причём иногда разные авторы. И бывают какие-то несовпадения, и вроде бы из серии такие шатания и выпады бывают. Вот. Я, например, предложил, раз я сделал это вот контрабаса, давайте ещё пару серий. Потому что этот человек явно имеет, он и заинтересовал зрителя, как выясняется. А вообще есть опасность. Вот попал Андрюша мой в сериал, да. И мне тут один умный мой знакомый человек сказал, что мне Андрюшу жалко. Он может гораздо больше. И вот в этом я с этим я согласен. Действительно. Он вырос, он уже... Ну, а другое, что деньги нужны, как Андрюша говорит, куда я денусь. Ждать, пока Рогожкин начнёт новую картину накладно. Ну, я думаю, что с Андреем у нас ещё встреча предстоит. Да. Хорошо. А что касается, вы знаете, сериалов, ну, наверное, это какой-то тоже определённый этап развития. Ну, конечно, конечно. То есть, может, через это мы придём к какому-то совсем большому глобальному кино? Нет, может быть. Но я так... Нет, ну так скоропалительность ведь во всём этом. У них определённые сроки, это надо всё быстро сделать, компактно. В этом смысле хорошо, потому что набивают руку все. И режиссёры, и актёры. Это естественно. Вот молодые сейчас. Федорцов там возникает. Этот самый Костя Хабенский. Вот они сейчас как-то пошли. Но Костя ведь и играет, между прочим, Хабенский играет в двух спектаклях в Театре Ленинсоэта, которые я упомянул. И Войцик, и В ожидании году. И Нео Надин, и Миша Пореченков тоже. Абсолютно. Всё ребята оттуда. Да. Так что всё взаимосвязано. Все мы в одном котле варимся. И этот котёл есть общая, консолидированная, в хорошем, что у него есть смысл творчества. Да. Вы знаете, я хочу напомнить о нашем сервере лушников.культ.ру, поскольку вы можете его смело посетить, а также, естественно, смело написать нам сообщение по электронной почте. bp-video-concept.net Сейчас, друзья мои, мы вернёмся в студию совсем скоро. Будет у нас маленькая музыкальная пауза, а затем мы снова появимся в студии. Поэтому уходим на небольшую музыкальную паузу. Широкий спектр услуг. Мобильный интернет, бесплатный голосовой почтовый ящик, факс-почта, конференц-звязь, полная защита от подсадок, информационные услуги, самые выгодные тарифы, гигантская территория охвата, Дельта-Телеком, диапазон вашей жизни. 054. Телефон для справок и подачи объявлений в газету «Реклама-шанс». Турфирма HTL приглашает вас в Тунис. Отдых в Тунисе – это не только прекрасно проведённое время, но и заряд бодрости и энергии на весь год. Мы предлагаем вам гостиницы любой категории, обширную экскурсионную программу, русское содействие, таласотерапию, казино, аквапарк, дискотеки, умеренные цены и высокое качество обслуживания. Турфирма HTL – 8 лет безупречной работы. Итак, друзья, мы продолжаем нашу встречу. У нас в гостях народный артист России Иван Иванович Краснов. И мы общаемся обо всём. И более того, я читаю огромный объём тех сообщений, которые буквально рекой льются на наши пейджи. Что на один, что на другой. Реки две. Вот мы её тут немножечко. И такие вот волнорезы. Немножко вот так в сторону. То в одну, то в другую. Я просто его обожаю. Люблю как артиста. И просто как человека. Большое, огромное вам спасибо, Ольга. Да вроде бы как. Не за что. Совершенно спасибо-то. Иван Иванович и милый Лёша. Спасибо. Ну это не мило. Это Иван Иванович. Спасибо вам огромное за всё. Иван Иванович, спасибо за фильмы, за роли. Алексей Иван Иванович много работает на радио. Почему вы об этом не говорите? Валерия Викторовна. Ну а что, ну вообще-то особая область, так сказать, радио всё-таки как-то я не боялся признаться своему руководству театра, что главная работа для меня на радио. К сожалению, порушили. Сейчас нет того ленинградского радио в таком хорошем, в самом лучшем понимании этого слова. Изредка сейчас возникают, есть, так сказать, встречи на итальянской, такая, значит, программа раз в неделю идёт. И изредка делают, ну вот в частности, был перед моим, значит, этим самым днём рождения, выдали передачу, опять же, о новом там, что я сделал. А вот литературных передач, к сожалению, мало, очень мало. А ко мне обращаются писатели, в надежде, что я прочту их вещи хорошие. Коля Чумаков буквально сегодня утром звонит, написал, он, между прочим, интересно, он пишет морской роман на морскую тему. Новороссийск, помните, в Севастополе погиб, наверное, на рейде прямо. А я на нём проходил морскую практику в 50-м году. Да, конечно, на этом линкоре, как его называли, вообще-то это броненосо-береговая порона, итальянский по репатриации к нам. И вот он говорит, Ваня, есть 30 страниц о том, как взрыв произошёл и самый кульминационный момент, они у меня уже сделаны, готовы, прочти, пробей. Ну, не знаю, удастся или нет, я бы с удовольствием. Ну, вот, Ленинградское радио может быть тоже этап возрождения и когда-нибудь совсем скоро произойдёт. Ну, будем надеяться, да, потому что... Розеточное радио, которым всегда так гордился Петербург. А здесь, Лёшенька, дело в том, что, почему я люблю это дело, потому что, скажем, ну, во-первых, ну, ясно, что можно с листа читать текст перед тобой. Поэтому и в этом смысле есть свобода, а ещё и свобода в том, что я сам себе фантазирую и костюм, и грим, и декорации. Это вот идеальный вариант. А если ещё режиссёр умный, как Саша и Орле, скажем, по-моему, человек просто создан природой или богом для радио, для работы на радио, для режиссуры на радио, понимаете? Вот, и для меня это было бы ещё бесконечное море работы, конечно. Дал бы Бог. А смотрите, ещё очень тёплое сообщение. Иван Иванович, первый раз вижу человека, который потряс меня своим обаянием. Как это? Александр Дмитриевич. Вот так вот потрясли своим обаянием. Прямо здесь вот. Прямо здесь, да, я полагаю. Ну что ж, огромное количество, конечно, сообщений. Всё нам не прочитать. Режиссёр наш показывает, что наше эфирное время уже истекло, что вот нам надо уже закругляться. Вы знаете, ну, в самом конце, безусловно, я думаю, от всех наших телезрителей, от нашего телеканала, от всех наших творческих, технических сотрудников, поздравляю вас, Анна, с 70-летием. Спасибо. 70 лет – это, конечно, возраст ещё пацанищий. Я так считаю, да. Поэтому всё впереди. И мне кажется, что действительно новые роли и в театре, и в кино, и в сериалах, тем не менее, и на радио, и какие-то, может быть, работы на телевидении. Вот этого прежде всего вам желаю. И, безусловно, здоровья. Спасибо. Я эти пожелания принимаю, потому что кажется, что ещё не выработал свой ресурс, ни жизненный, ни творческий. Мне ещё интересно. Мне интересно брать роль и понимать, как она сочетается со мной. И чем больше она сочетается со мной, тем больше она мне теперь нравится. Мне кажется, что я имею уже просто по возрасту право играть роли, в которых могу не лукавить, не лицедействовать, а просто быть самим собой. Это высшее счастье для актёра. Да, наверное, действительно, человек, когда он может быть сам собой, он испытывает ощущение, во всяком случае, настолько близкое к счастью, что не надо прогибаться под, как сказал наш рок-классик, изменчивый мир. Да, да, да. Чтобы этот мир прогибался в другую сторону. Ещё раз огромное вам спасибо за то, что вы пришли. Ещё раз вас искренне от всей души с днём рождения, с 70-летием. И от нашего спонсора Клуба Лондон. Я хочу вам найти, ну что уж там, карту. Вы теперь член Клуба Лондон. Да, спасибо. Можете прийти туда смело, вдвоём. Вход бесплатный для вас в любое время дня и ночи. Вдвоим? Да. Спасибо большое. И провести там время и, естественно, каким-то образом отдохнуть и получить скидки. Одним словом, Клуб Лондон теперь, в общем-то, полностью в вашем распоряжении. Вот, оказывается, быть известным выгодно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое и спасибо вам, что вы выдержали в такое время. Я не ожидал совершенно, что, судя по сообщениям на пейджер, очень многие смотрят. Ну, дай бог, мне, собственно, моя жизнь для того, чтобы общаться. Спасибо вам большое. Со зрителями. Всего доброго. Спокойной ночи. Друзья мои, мне остаётся совсем немного. Это ещё раз напомнить вам о наших спонсорах. Ну, прежде всего, опять же, это Клуб Лондон, набережная Чёрной речки, дом 41. До 23 часов ежедневно. Вход всех девушек бесплатный. То есть вы сможете смело туда пройти и остаться до любого времени. Сколько вам только заблагорассуется. Кстати, выход тоже бесплатный из Клуба Лондон. Потому что некоторые шутят на эту тему. Хорошо. Второй наш спонсор – это ресторан «Лесной». Вы знаете, что это прекрасная, вкусная, восточная пища. Что это обаятельные люди. Прекрасный персонал, который сделает вашу, может быть, вечеринку, может быть, какой-нибудь торжественный ужин, а может быть, просто деловой обед. Незабываемым ни для кого. Ни с точки зрения отношений, ни с точки зрения самих блюд. Смело приезжайте на «Лесной проспект», дом 48. И ресторан открыт также круглосуточно. И HTL, турфирма HTL. И туры в Тунис, друзья мои, в Марокко, на остров Джерба, на Барка. Все это для вас. Если вы заглядете в эту турфирму, которая отличается, что, признаюсь, бывает не так часто, своей порядочностью. И, естественно, связана с этой ответственностью. Смело, смело, турфирму HTL. Малая Посадская, друзья мои, дом 22. Также не забывайте все-таки заходить к нам на сервер. Совсем скоро он будет обновлен, там появится много новой информации. Прежде всего, ваших сообщений, которые вы присылаете к нам на пейджер. Вы их можете там найти. Вебовский адресок. Лушников.культ.ру Или присылайте сообщение на e-mail. bpvideo.sobachka.comset.net Сейчас, друзья мои, вы станете свидетелями краткометражного фильма в рубрике «Кино синих страниц». Этот фильм, скажу вам честно, снят режиссером Василием Фениным. Называется он «Ангел». И мы его демонстрируем как часть нашей ночной программы кино «Синих страниц». Ну, а после, соответственно, программы «Синие страницы» в эфир выйдет программа «Пять карев». Пять с Вадимом Каревым и его командой. Я же с вами прощаюсь. Будьте счастливы. Встретимся завтра в программе «Синие страницы», как это и указано в программке передач. Будьте счастливы. Пока. КОНЕЦ Однажды я сильно приболел Настроения никакого не было